Ну, дотянуться до французов очень тяжело, если, конечно, французы не потачат. Ну да, 69-15 после короткого танца, если взять наши пару, даже Хитерин Бобровым 65-59, 64-32 у канадцев, да, порядка пяти баллов. Но всё возможно, всё возможно. Как откатают французы, посмотрим. Ну давайте посмотрим. Это премьера их произвольного танца на уже серьёзном турнире. Итак, Натали Пешалаев, Абьен Бурза. Двукратные чемпионы Европы. Лучшая танцевальная пара Старого Света. Итак, для сравнения. Дэвис Уайт на скейт Америка 104-89 получили за произвольный танец. 104-32 в Вёрчу Мойер получили на скейт Кеннеда. Посмотрим, сколько получат французы. Это зависит, конечно, от их катания. У них в этом сезоне Роллинг Стоумс. Возьмите его на танец. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой, как знаете, сложный танец. Даже зрители оплатили внимание. Однозначно отнеслись к этому, похлопали за технику. Похлопали чуть-чуть, да, и все, и замолкали. Ну да, хороший фигурист, техника хорошая. Ну, танец, как знаете, он все пытался понять, чем напоминает они Rolling Stone. Ну, музыка, да, может быть, костюмы надо посмотреть. Действительно, они имели такого цвета, у них были костюмы. Нет, 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 они просто взяли четыре хита роллингов. Сложно смотреть танец, когда музыка об одном, а движение о другом. Ну, понимаете, как бы, не знаю, мне очень было сложно наблюдать. По большому счету, может быть, сложно, потому что здесь нет четкой истории в этом танце, да? То есть это... Ну, сюжетная линия, как они. Сюжетная линия, да. Да, это некие такие, не знаю, ассоциативные, эмоциональные какие-то порывы, навеянные легендарной группой. Вот и все. Ну, вообще, конечно, неоднозначный абсолютно танец. И мне показалось, что он еще не накатанный, потому что как-то они в двух дорожках шагов, особенно в дорожке шагов по диагонали, которая у них там в начале была, как-то было такое ощущение, что Фабьен задумывается, а что делаем дальше? Вот такие паузы пострадали. Да, твизлы, твизлы разошлись. Ну, потому что первый прокат, думаю, что еще вот эта поддержка тоже. Тоже это оригинально, но не так ее оценивать, да? Насколько это оригинальная придумка оправданная? Да, ради оценок или ради украшения программы сделана эта поддержка. Да, было немножко, знаете, такой показательной поддержки. Были такие сложные акробатические элементы. Я называю это как акробатические элементы, потому что с полной визитой очень сложно акробатикой. Но в основном пара, конечно, откатала хорошо эта программа, она очень техничная пара. Хорошо подготовлены, все элементы технически хорошо исполнены. Сейчас посмотрим, конечно, их оценки. Я любопытно буду смотреть, если их оценки за компоненты. Вот смотрите, у Кати Боброва и Дмитрия Соловьева 50-64 компоненты, а у канадцев в РПЖ 49-13. То есть наши на балл и 51 сотую больше набрали за компоненты. У меня получат французы. Такой важный момент. По-моему, Анжелика с Пасквалью все прекрасно понимают. Нет такого, знаете, вау, отлично, супер, все здорово, как задумано, так и сделано. Да, мне кажется, и постановка музыкальная скорость 158. Видите, как, еще баллы с них сняли за передержанную поддержку. Поддержка, поддержка. Да, и 52-75 они получают за компоненты. Это всего лишь на два балла больше, нежели получили Боброва Дмитрия Соловьева. В принципе, для двукратных чемпионов Европы невеликие оценки, уж прямо скажем. Но, тем не менее, они выигрывают свой первый там гран-при нынешнего сезона. Получается, три ведущих пары прошлого чемпионата мира, три пары призеры прошлого первого планеты, сейчас выиграли уже по одному этапу.